Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Стрельба на улице Аэровокзальная. Местный житель открыл огонь с балкона. Прокурор запросил Александру Глескову 14 лет строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей. Смертельная авария произошла в Рубинском районе. Пенсионер выехал на встречную полосу, врезался в грузовик и погиб. Какое рекордное время вы здесь провели в пробке? Да уже два часа стою. Три километра за три часа. Почему на правобережье водители проезжают участок в районе шинного моста со скоростью меньше пешеходной? Мы начинаем выпуск с происшествия последних часов. Стрельба на улице Аэровокзальная. Неизвестный заперся с ружьем в квартире и открыл огонь с балкона. Как сообщают местные жители, мужчина стрелял в сторону припаркованных автомобилей. Пострадавших нет. Все началось сегодня около четырех часов дня. Практически сразу на место прибыли правоохранители, территорию оцепили. Тем временем мужчина продолжал стрелять с балкона. Затем на Аэровокзальную приехал СОБР. Квартиру, где прятался стрелок, брали штурмом. Сам он остался в живых. Известно, что мужчине 31 год. Во время стрельбы он был пьян, а причиной ЧП стала ссора с бывшей женой. На месте работала наша съемочная группа Екатерина Черных и Вячеслав Кебиков. Материал сейчас готовится к эфиру. Подробный репортаж со спецоперацией по задержанию стрелка смотрите через несколько минут. Прокурор запросил Александру Глескову 14 лет строгого режима и штраф в 10 миллионов рублей. Заседание прошло сегодня в Центральном суде. Видеосъемку в зале суда запретили. Адвокаты говорят, сторона обвинений до сих пор не предоставила существенных доказательств. Мы же ведь с самого первого дня утверждаем, что Глесков не причастен к этому преступлению. Если там что-то кто-то совершал, то это было без него. На самом деле можно было любую фамилию подставлять из партийных руководителей. Получилось бы ровно то же самое, но с другой фамилией. То есть там нет вообще никаких доказательств конкретной привязки к Глескову. По словам адвоката Глескова, депутат на запрос прокурора отреагировал спокойно. Напомню, Александр Глесков находится в СИЗО с ноября 2023 года. Его обвиняют в получении взятки в 1 миллион рублей. Свою вину Глесков отрицает и считает дело политическим. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следующее заседание пройдет 10 сентября. На нем выступит сторона защиты и сам Глесков. Смертельная авария в Рыбинском районе. Пенсионер выехал на встречную полосу, врезался в грузовик и погиб. О лобовом столкновении сообщают в госавтоинспекции. По данным ведомства, ДТП случилось сегодня утром недалеко от села Бородино. 72-летний мужчина ехал на Хонде Фит и в какой-то момент он начал обгонять другой автомобиль. Пенсионер не убедился в безопасности маневра и столкнулся сразу с двумя грузовиками лоб в лоб. Мужчине вызвали скорую помощь, его госпитализировали. Однако от полученных травм мужчин скончался в реанимации. Остальные участники ДТП не пострадали. Правоохранители проводят проверку. Еще одно ДТП на этот раз в Красноярске случилось накануне. Автомобилист сбил женщину на остановке после того, как влетел в иномарку. Об аварии сообщают в ГИБДД. Все случилось в Октябрьском районе на улице Тотмина. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале ЧП Красноярск. На кадрах видно, как автомобиль Мазда на большой скорости ехал по выделенной полосе для общественного транспорта. В этот момент другая иномарка, Тойота Королла, решила перестроиться в ту же полосу. В итоге машины столкнулись. После удара Мазда отлетела в остановку и сбила пенсионерку. В полиции новостям ТВК сообщают, 66-летнюю Красноярку доставили в больницу, но госпитализации ей не потребовалось. Врачи назначили амбулаторное лечение. Также правоохранители отметили, что за рулем Мазды был 22-летний водитель. Он ехал в сторону улицы Юшкова. В Тойоте Королла находился 44-летний мужчина. Признаки опьянения у водителей не обнаружили. Из-за провала асфальта на улице Дубровинского ограничили движение. Яма шириной около двух метров образовалась накануне вечером. Перекрыты обе полосы в сторону коммунального моста и одна в сторону железнодорожного вокзала. На участке организовано реверсивное движение. Причина провала – порыв трубопровода под дорогой. За ночь специалисты СГК трубопровод починили, но полностью ремонт еще не завершен. Продолжаются ремонтные работы на лотке, в который уложен трубопровод. И затем мы приступим к благоустроительным работам. Завтра после обеда движение по улице Дубровинского будет открыто. Все время ограничений на участке собираются серьезные пробки. В обе стороны водители просят выбирать объездные пути. Три километра за три часа. С такой скоростью на правобережье водители проезжают один участок в районе Шинного моста. Причина – строительство очередной скандальной развязки. На нее практически ежедневно в редакцию ТВК телезрители присылают жалобы. По словам местных жителей, люди часами стоят в заторах. На Тамбовской улице побывала моя коллега Александра Козлова. Настроение красноярцев в десятибальной пробке в сюжете далее. Как бы машины ехали, в два ряда старались в один, но как-то друг другу помогая, уступая, проезжали. Вежливости и понимания на Тамбовской улице были до сентября. В начале осени водительская этика закончилась, а вместе с ней и терпение. Дорожный ремонт в районе Шинного моста начали три месяца назад. И все было хорошо, пока на дороге не образовался остров невезения. Камнем преткновения оказались два неожиданно появившихся островка. Они образовали два дополнительных съезда, а вместе с ними и километровые пробки. Красноярские водители говорят, в час пик на этом участке они проводят до трех часов. Люди в два ряда старались проезжать это быстрее намного. А сейчас настанет зима, будет гололед, и здесь вообще колом все станет. Я каждый день здесь езжу, это пробка теперь постоянно. Раньше была в час пик хотя бы она начиналась, так вот. Ну час-два, а сейчас она весь день, а к вечеру вообще все колом стоит. Какое рекордное время вы здесь провели в пробке? Да уже два часа стою. Также здесь автобусная остановка, с нее автобусы выезжают, то есть они перестраиваются в левый ряд, им нужно, и тем самым еще больше становится пробка здесь. Люди едут домой с работы, уставшие, тяжелые. Сколько времени у вас, рекордное время в этой пробке было? Два сорок, два сорок. Почти три часа. Здесь и так тяжелый участок дороги, из-за того, что здесь рельсы, и людям неудобно ездить, потому что полотно сделали, а рельсы все равно остались старые, и все притормаживают. Из-за этого поток и так очень медленно едет. А за счет того, что все пытаются в одну полосу заехать, стало ехать вообще невозможно. Вот сейчас с работы я выехал в 6 часов. Работаю на Рязанской 65. Это где-то в обычное время, и без пробки ехать в 5 минут. Я просто час стоял. Пробка от начала улицы Глинки до перекрестка на Тамбовской достигает 10 баллов, расстояние 3 километра. И без того трудный участок с повышенным трафиком стал невозможным для быстрого проезда. Ситуацию также усложняют машины экстренных служб. В мэрии говорят, строительство островков мера вынуждена. Якобы раньше водители нарушали правила дорожного движения. На участке стоял знак обязательного поворота с правой полосы. Однако водители его массово игнорировали и создавали аварии. Водители, которые должны были повернуть, они продолжали движение прямо. И уже после пересечения перекрестка они начинали уже создавать помехи водителям, которые ехали, не нарушая правил. А те были вынуждены их пропускать. Соответственно, создавалась высокая аварийно-опасная ситуация. Чтобы этого избежать, как раз было принято решение об установке островка безопасности, которая просто разграничит потоки, и у нарушителей уже не будет возможности. В Управлении капитального строительства новостям ТВК говорят, сейчас обсуждают вопрос реконструкции участка. Там из-за массового недовольства местных жителей могут расширить дорогу до четырех полос, от Тамбовская 9 до Говорова. А пока красноярцам остается привыкать к ежедневным заторам и ждать очередного ремонта на правой бережье. Александра Козлова, Вячеслав Кибиков, Новости ТВК. В выходные встретят красноярцев дождливой погодой. По данным гидромедцентра, в субботу днем плюс 15, пройдет дождь. Ночью плюс 10, а в воскресенье 8 сентября будет плюс 13, пасмурно и осадки продолжатся. В темное время суток столбики термометров опустятся до 9 градусов. Начало рабочей недели солнцем не порадует. В понедельник синоптики обещают плюс 13 и снова дожди. Ко всему прочему, порывы ветра достигнут 5 метров в секунду. Что касается геомагнитной обстановки, в субботу и воскресенье активность на солнце достигнет 3 баллов. В понедельник будет также 3 балла. Основатель Телеграм Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание в Париже. Бизнесмен опубликовал пост на английском языке в личном канале. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и рассказал о том, что французская полиция допрашивала его в течение 4 дней. Дуров отмечает, что был сильно удивлен задержанием по многим причинам. Одна из них – привлечение его к личной ответственности. Если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса. Использование законов эпохи до смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которую он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий и так достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами. Надеюсь, что события августа приведут к тому, что Телеграм и вся индустрия социальных сетей станут безопаснее и сильнее. Спасибо еще раз за вашу любовь и мемы. Напомню, Дурова подозревают сразу по нескольким статьям. Причастности к обороту наркотиков, терроризму, мошенничеству, а также отказе предоставить по запросу полномочных органов информацию или документы и соучастие в распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Все якобы из-за отсутствия модерации контента в мессенджере. Основатели Телеграм сдержали в Париже, затем выпустили из-под стражи под залог 5 миллионов евро. С запретом покидать Францию. Далее прервемся на рекламу. Если вы хотите узнавать новости в течение дня, подписывайтесь на наш Телеграм-канал ТВК Нью. Там мы публикуем самое важное и срочное. Новости обновляются каждые 10-15 минут. ТВК Нью. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе. Кто и зачем стрелял на аэровокзальные подробности нашумевшего происшествия. Ютуб в России замедляет уже третий месяц. За это время ежедневная аудитория видеохостинга сократилась на 3,5 миллиона человек. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. И возвращаемся к стрельбе на улице Аэровокзальная. Подробности с места происшествия. Сюжете Екатерины Черных. Редкие спонтанные выстрелы раздаются из дома номер 7 на улице Аэровокзальная. На тот момент еще неизвестный мужчина хаотично стреляет прямо с балкона квартиры. По словам очевидцев, все началось в четвертом часу. Именно тогда, по словам местных, одна из жительниц седьмого дома, по некоторым данным бывшая жена стрелка, прибегает с криками в ближайший магазин и просит вызвать полицию. В то же время красноярцы слышат три первых хлопка. Никто не понимает, откуда раздается очередь. Вот так неудачно сегодня приехала. И все. А что вы слышали? Ничего не слышала. Нас просто не пускали из дома. Вообще ничего не слышали. Только слышала выстрелы и все на этом. Уже в 4 часа на место происшествия прибывают оперативники. Правоохранители оцепляют двор. К дому никого не подпускают. Примерно в это же время в телеграм-каналах появляется видео стрелка, который стоит на балконе. Через 20 минут подъезжают СОБР и журналисты. Оперативники начинают разрабатывать план задержания. Квартира, из которой раздаются выстрелы, находится в угловом подъезде. Это усложняет проникновение в дом. Есть риск попасть под обстрел. Периодически во дворе раздаются одиночные выстрелы. Примерно в 5 часов МЧС приносит лестницу. Тем временем зевак и представители СМИ отгоняют от дома. С одним из жителей о чем-то договариваются. Предварительно СОБР готовится к штурму. Открыл дверь, спросил милиционер, можно через вашу квартиру, чтобы группа захвата зашла. Поднялись они по лестнице. Я спустился вниз. СОБР проникает в подъезд. Через 20 минут журналистам сообщают о задержании стрелка. Сейчас в ходе совместных действий сотрудников полиции и сотрудников Росгвардии. Мужчина, который открыл стрельбу в сторону автомобиля из окна дома, задержан. Пострадавших никого нет. Сейчас проводится необходимое первоначальное следственное действие. На месте работы следственной оперативной группы. Так что мужчина сам 93-го года рождения. Оружие, которое находилось при нем, изъято. Перегоняло? Надо в руководстве держать, что все исполняется. Источник ТВК сообщает, стрелок самостоятельно вышел из квартиры в подъезд. Там его и задержали оперативники. Мужчина не оказывал сопротивления. По словам очевидцев, подозреваемый поссорился с женой. Накануне они помирились, но утром вновь поругались. По версии жителей, мужчина был пьян. Тогда красноярец достал оружие тестя и открыл стрельбу. Официального подтверждения этой информации нет. Сейчас на месте работают следователи, собирают улики. По данным правоохранителей, сейчас мужчина 93-го года рождения находится в отделе полиции номер 10. С ним работают сотрудники ОВД. Екатерина Черных, Вячеслав Кебиков, новости ТВК. Красноярцы больше 20 часов не могут вылететь в Китай. Все из-за мощного циклона, который бушует в Поднебесной. Информация появилась на сайте Красноярского аэропорта. Накануне в 21.10 самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Красноярска в город Санья. Однако рейс отменили. Как сообщили новостям ТВК в пресс-службе аэропорта, причина отмены – тайфун Яги. По данным синоптиков, он надвигается на южную часть Китая. Интерфакс со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что тайфун привел к отмене авиарейсов на всем острове Хайнань. Порывы ветра в той части Китая достигают 209 км в час. По данным синоптиков, тайфун может стать сильнейшим за последние 10 лет в этом регионе Китая. В пресс-службе Красноярского аэропорта отметили, что рейс перенесли на 7 сентября. Красноярский ресторан «Билини» будет готовить еду для пассажиров аэрофлота. Компании заключили соглашение о сотрудничестве во время Восточного экономического форума. Помимо развития в сфере питания, аэрофлот, дочерняя компания «Аэромар» и группа «Билини» будут продвигать красноярскую продукцию и региональную гастрономию. По словам первого заместителя гендиректора по коммерции и финансам аэрофлота Андрея Чеханчина, Красноярск – один из признанных центров российской гастрономии. Мы ожидаем, что наше сотрудничество с ресторанной группой «Билини» будет интересным с точки зрения кулинарных открытий. Уверен, что даже самые искушенные пассажиры – ценители высокого уровня бортовой кухни аэрофлота – получат немало удовольствия от гастрономических шедевров, которые станут результатом совместной работы сибирских шефов и экспертов нашего бессменного партнера и поставщика «Зао Аэромар». О сотрудничестве также высказался соучредитель «Билини», директор института гастрономии СФУ Алексей Горинский. Он считает, что совместная работа компании повысит качество бортового питания и поможет создавать другие проекты федерального масштаба. Мы рады сотрудничеству с компанией «Аэрофлот» – лидером гражданской авиации и крупнейшим авиаперевозчиком нашей страны. Очень ценно то, что такие значимые отраслевые компании, как «Аэрофлот», готовы подключаться к развитию гастрономии. Наше совместное творчество принесет новый уровень эстетики и вкусов бортовое питание, делая каждый полет уникальным гастрономическим путешествием. «Билини» – это гастрономическая экосистема с 20-летней историей. В Красноярске сегодня туда входят более 27 ресторанов, 15 гастрономических проектов, 6 кафе-кондитерских и институт гастрономии СФУ. YouTube в России замедляет уже третий месяц. За это время дневная аудитория видеохостинга сократилась на 3,5 миллиона человек. Тем временем Роскомнадзор пригрозил интернет-провайдерам, которые ускоряют YouTube для своих клиентов, отобрать лицензию. В этой теме сегодня разбиралась Алена Кузнецова. Она сейчас в студии. Алена, а как россияне справляются с проблемами в работе самого популярного сервиса? Оля, привет. Но судя по статистике, россияне, несмотря на сложности, продолжают пытаться смотреть YouTube. Получается это с переменным успехом. У части аудитории ролики хорошо воспроизводятся только со смартфонов. У других видео не включаются ни с телефонов, ни с компьютеров, ни со смарт-ТВ. Обойти сбои в работе этим пользователям помогают специальные сервисы. И таким образом отказалась от YouTube в России лишь небольшая часть аудитории. Если до начала замедления ежедневно на сайт заходили 55,5 миллионов человек, это, к слову, 38% от всего населения страны, то в августе число зрителей сократилось на 3,5 миллиона и составило 52 миллиона человек. Но вместе с тем в показатели ежедневной аудитории YouTube догоняют российские аналоги. Это значит, что люди понемногу их осваивают. В лидерах ВК-видео туда заходят почти 37 миллионов пользователей. У Рутуба сильно меньше, 5,5 миллионов, но YouTube пока никто не обогнал. Судя по отзывам, российские аналоги сильно уступают западной платформе. Ограничили скорость YouTube, молодцы. А что дали взамен-то? Рутуб, в котором одно дерьмо и поиск там корявый. ВК-видео, где заходишь посмотреть 50-секундный ролик, 30 секунд рекламы. Че дали-то взамен? Включите YouTube, нормальная платформа. Единственный удобный ресурс был, где можно было смотреть мультики. А наш Рутуб такая муть, неудобный интерфейс нисколько. Аналогов нету, лучше YouTube'а ничто не придумали. Рутуб или Яндекс.Видео – это ни о чем. ВК-видео ни о чем. Я там только фильмы смотрю. И спасибо, что без рекламы. А YouTube незаменим, он идеален, особенно для России без рекламы. Ну и отвечая на запросы клиентов, интернет-провайдеры начали ускорять YouTube. Компании даже жаловались, что многие пользователи из-за проблем с видеохостингом стали отказываться от их услуг. Люди думали, что дело в качестве соединения, а не в замедлении со стороны. Какое-то время провайдеры делали все, чтобы клиенты были довольны. Продолжалось это до тех пор, пока Роскомнадзор не пригрозил за подобные действия аннулировать лицензию. Вместе с тем вопросы возникли и к Роскомнадзору, причем из Госдумы. Депутат Ярослав Нилов попросил регулятор разъяснить ситуацию с замедлением, мотивируя это тем, что проблемы в работе YouTube повышают социальное напряжение. Нужна ясность в ситуации с YouTube. Почти два месяца наблюдается замедление работы популярного и востребованного российскими пользователями видеохостинга. В чем причина? В открытых источниках нет единого мнения. Миллионы пользователей, регулярно просматривающих сервис в целях, не имеющих никакого отношения к политике, ждут ясности относительно перспектив возврата к полноценной работе YouTube на территории России. Кто-то использует VPN, но и это не всегда безопасно. Вопросов много. Вопросов много, но официальных ответов пока никто не дает. От этого появляются разного рода слухи и прогнозы. Так, на днях пользователей встревожил комментарий председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он заявил, что заблокировать YouTube полностью могут уже через несколько месяцев. Они говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы. Если оценка последствий будет «мы справляемся», то судьба YouTube предрешена. Но я бы предположил, судя по нынешней реакции, что YouTube вот так вот повисит 3-5 месяцев и потом будет заблокирован. Ждет ли любимой многими YouTube судьба запрещенных в России соцсетей? Вопрос открытый. Ясно одно. Замедление, а тем более блокировка сервиса, лишает многих россиян возможности смотреть видео об их увлечениях и работе. Ведь доля интереса к социально-политической теме, собственно, из-за которой затевалось все замедление YouTube, составляет всего 4%. Об этом говорят аналитики. Оля, у меня все. Ален, спасибо. Напомню, в студии была Алена Кузнецова. Алена Кузнецова говорили о замедлении YouTube и как россияне справляются с проблемами в работе сайта. Чтобы еще раз посмотреть этот материал или поделиться им в соцсетях, заходите к нам в группу во Вконтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут и на нашем YouTube-канале. Группа зоорадикалов ворвалась в большой московский цирк и перепугала всех животных. 11 человек пытались подключиться к видеокамерам, чтобы транслировать прохожим обстановку внутри здания на проекторе, который заранее установили в парке неподалеку. В цирк они попали с помощью снаряжения для альпинистов. Фотографировали, включали фонарики, животные очень сильно испугались, кричали. Разбудили нашу шимпанзе Гермеса, который тоже был сильно перепуган. Они установили щиток, где находится питание всего видеонаблюдения цирка. Подключились к нему, тем самым безопасность цирка находилась под большой угрозой. Довести задуманное до конца хулиганы не успели, их задержала Росгвардия. Предварительно своим поступком студенты хотели выразить протест против использования животных на манеже. В московском цирке рассказали, что молодые люди время от времени приходят к зданию с пикетами, но это никак не влияет на число зрителей. Сезон «Звездных вечеров» начался в Красноярске, когда горожане смогут увидеть небесные тела и планеты. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Обсерватория университета Решетнева открывает сезон «Звездных вечеров». Об этом сообщают в пресс-службе ВУЗа. На следующей неделе красноярцы смогут понаблюдать за Луной и планетой-гигантом Сатурном. Точная дата зависит от погоды, подчеркнул руководитель обсерватории. Они видны с вечера, поэтому удобное время для наблюдений. А Юпитер вот уже после двух часов уже можно наблюдать, но это слишком поздно, поэтому мы будем наблюдать Луну и Сатурн. Они не близко, они просто будут видны на небе в это время. А Юпитер будет под горизонтом еще. Мы наблюдаем, когда Луна в хорошей фазе, когда ее интересно наблюдать. Если в эти дни будет ясная погода, то мы проводим наше мероприятие. Наблюдать за небесными телами можно будет в один из дней с 12 по 14 сентября в 19.30 на Красноярском рабочем 31. «Звездный вечер» можно посетить бесплатно. Предварительно нужно зарегистрироваться по QR-коду, который вы видите на экране. Для входа не забудьте взять паспорт. В Красноярск привезли более 50 тонн зараженных вредителями слив и дынь. Об этом сообщают в Центре оценки качества зерна. Специалисты обнаружили в казахстанских сливах калифорнийскую щитовку. Она повреждает плодовые культуры, однако не представляет опасности для здоровья человека. А дынная муха в бахчевых откладывает яйца под кожицу плодов. Личинки выедают мякоть и семена. Из-за этого продукты могут начать гнить. Специалисты направили информацию в Краевой Россельхознадзор. Красноярцы могут сдать пластик, батарейки и макулатуру на переработку. Об этом сообщают в мэрии. Акция пройдет с 9 по 20 сентября. Отходы могут сдавать только красноярцы. Мусор от организации в пунктах приема брать не будут, делятся в администрации. Один человек может принести неограниченное количество макулатуры, пластика без этикеток и не более 1 килограмма батареек. Адреса пунктов приема вы видите на экране. Они работают по будням во всех районах города с 9 часов утра. Это новости ТВК. Если вы сейчас смотрите этот выпуск на Ютубе, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Это важно не только нам, но и алгоритмам Ютуба. Так ролик смогут увидеть еще больше людей, а нам это поможет снимать новые проекты, выпуски новостей и сюжеты. Почему иногда не хочется ходить на мероприятия и как это преодолеть? Рубрика «Вопросы психологу». В проекте «Кинохроники Красноярья» о быте тех, кто в конце 80-х приехал в Ивенки добывать нефть и газ. Вы смотрите новости на телеканале ТВК «Наш». Телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. Осень – время сбора кедровых орехов. Поэтому сегодня заместитель директора центра ГОЧС Игорь Рублев расскажет, как добывать орехи правильно и безопасно. Здравствуйте! В начале осени начинается сбор кедровых шишек, и многие люди отправляются за ними в тайгу. И сегодня мы расскажем о том, что нужно знать, собираясь за ними в лес. Для начала изучите местность, куда вы направляетесь, и сообщите об этом родным и близким, а также время, когда планируете вернуться. Возьмите с собой карту, запас продуктов, воды на сутки, нож, спички. Полностью заряженный телефон. Возьмите с собой колоты. Это специальные деревянные молотки, используемые для разбивания шишек кедровых орехов. Они имеют вес от 30 до 80 килограммов и длину рукоятки около 1 метра. Но можно взять и металлические молотки для разбивания шишек, перчатки, защитные очки, мешки или корзины, нож или топор для обрезки веток. Кроме того, помните, прежде чем начать сбор кедровых орехов, получите разрешение от местного лесничества. Кстати, сбор кедровых орехов разрешен только до конца сентября. При сборе шишек запрещено использовать механические приспособления, такие как комбайны и молотилки. Запрещается сбор семян и шишек в ночное время, при сильном ветре, дожде и после, до полного высыхания стволов и сучьев. Используемые лестницы должны быть легкими и прочными. Их верхние ступени должны быть обшиты нескользящим материалом, а нижние концы должны иметь острые металлические наконечники. Не разрешается подкладывать под лестницы камни, сучья и другие предметы. Одновременно пользоваться лестницей двум людям. Развижные лестницы, стремянки должны быть оборудованы устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного сдвига. Также во время пребывания в лесу соблюдайте правила пожарной безопасности. Не разводите костры вблизи деревьев и не оставляйте горящие материалы без присмотра. Ну и конечно, будьте осторожны, ведь хозяин тайги тоже любит лакомиться шишками. Если вы вдруг заметили на месте сбора шишек следы жизнедеятельности медведя или его следы, то лучше покинуть опасное место, ведь хищник может быть где-то рядом. Если же встречи избежать не удалось, не паникуйте, не пытайтесь бежать, это бесполезно. Поднимите шум, возможно, зверь уйдет и сам. Но если медведь начинает оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это сигнал, что вы нарушили его территорию. Он как бы говорит, уходи. Уходить нужно спиной вперед, без резких движений. Делайте большой крюк, держитесь подальше от хищника или влезьте на дерево как можно выше. Учитывайте данную информацию, смотрите рубрику «Гражданская оборона» и помните, если предупрежден, значит вооружен. Далее в эфире рубрика «Вопросы психологу». Эксперт Ольга Долганина расскажет, почему порой не хочется ходить на мероприятия, а главное, как это преодолеть. Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про социальную тревожность. Когда меня приглашают на праздник, ближе к дате мероприятия, начинаю чувствовать, что не хочу идти. Почему? Наш мозг часто реагирует на предстоящие события с тревогой. И это может быть связано с несколькими факторами. Социальная тревожность. Страх оценки со стороны других людей или страх оказаться в неловкой ситуации. Переутомление и усталость. Мысль о необходимости взаимодействовать с большим количеством людей может казаться утомительной, если накануне вы потратили много сил. Эмоциональное состояние. Наше текущее эмоциональное состояние сильно влияет на желание находиться в окружении других людей. Стресс или легкая тревожность может усилиться перед мероприятием. Страх неизвестности. Если вы не знаете многих гостей или вам не знакомо место проведения мероприятия, это может вызывать тревожные мысли. Помните, если вы испытываете чувство тревоги перед мероприятием, это нормально. Важно научиться справляться со своими страхами и все-таки преодолевать себя. Как убрать нежелание ходить на дни рождения, праздники, мероприятия? С точки зрения когнитивно-поведенческой терапии наши мысли напрямую влияют на наши эмоции и поведение. Мы часто склонны преувеличивать негативные аспекты ситуации и преуменьшать возможность справиться с ними. Что же можно сделать, если вам очень не хочется и даже тревожно идти на мероприятие, но вам необходимо это сделать? Попробуйте записать, какие именно мысли вызывают у вас нежелание идти на праздник. Проверьте реалистичность этих мыслей. Насколько вероятно, что ваши опасения сбудутся? Подумайте, какие неприятные моменты могут быть на этом празднике и установите границы. Можете ли вы пойти на праздник на короткое время? Помните, вы всегда имеете право сказать «нет». Но преодолевая трудности и справляясь со страхом и тревожностью, мы можем получить положительный опыт. Слушайте себя, но не позволяйте страхам и социальной тревожности ограничивать вашу жизнь. Это была Ольга Долганина. Свои вопросы психологу можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00. И, конечно, в любых социальных сетях ТВК. И сегодня в проекте Натальи Кечиной кинохроники «Красноярье» о быте тех, кто в конце 80-х приехал в Ивенкию добывать нефть и газ. Тунгуско-Чунский район Ивенкии до 80-х годов был, если известен, то исключительно как местопадение Тунгусского метеорита. А когда он, благодаря геологическим изысканиям, был объявлен перспективным, сюда поехали массово специалисты за романтикой и за длинным рублем. В Ивенкии началось невиданными доселе темпами строительства. Примером для подражания автора фильма считали Собинскую геолого-разведочную экспедицию, которая строила для своих сотрудников детские сады, дома с просторными благоустроенными квартирами. За такое по тем временам шикарное жилье работники платили от 200 до 400 рублей. Деньги, которые легко можно было на Севере заработать за месяц. И то платили они за дополнительный комфорт. Человек хочет лучше сделать, он заказывает. Мы делаем. Платец из кармана, 300, 250, ну кто, что закажет. Кухня, кафе, например, кухоньки мы делаем. Сам факт благоустроенного жилищного строительства значит, или совесть проснулась у министерств, или веление времени, или они по-другому не могут. Это время, это мы доросли до этих вещей. Правда, были недовольны, потому что факт. Все объекты социально-культурной сферы строились исключительно для работников ведомства. В тех красивых, удобных детских садах ведь только по просьбе, по просьбе советской власти, по просьбе районных властей райкомпартии с полкома райсовета селят наши детей. И не иначе. Может, это и неплохо. По крайней мере, хоть забота о пришлом народе не повисла на плечах местных советов. Вон, Собинская экспедиция сдает все дома с готовыми под пленкой теплицами. Но, констатировали авторы, эта традиция создана местными властями не от хорошей жизни. Север всегда питался тем, что пришлют с материка. Но элементарное мясо, молоко, яйца в краевой столице то в 80-х было не купить. Чего ж там говорить про Север? Вот и объявили тогда лозунг – кормите себя сами. Пример подала семья председателя Чемдальского сельсовета Ивана Марковича Сидоркина. Вся огородная зелень, огурцы, помидоры, арбузы, чего только нет на его северной фазенде. Никто, наверное, не удивится, если у Сидоркиных появятся и ананасы. Ананасы не появились, да и подсобное хозяйство в условиях севера тоже панацеей не стало. Геологи хаттангской экспедиции построили свинарник, завели стадо коров. Но в итоге не возрадовались, потому что себестоимость килограмма местного мяса оказалась 7 рублей, тогда как в магазине его продавали за 2 рубля 15 копеек. Впрочем, как показало время, это стало не самой большой проблемой в Венкии. Геологические экспедиции закрылись, и безработные люди стали уезжать, по сути, побросав свои красивые квартиры. С 89-го года население Тунгуско-Чунского района сократилось почти в два раза. Тунгуско, ты не просто земная века, Тунгуско, как ты праздник, твои века века, Тунгуско, ты дорога на небо и свет, Тунгуско, я твоей добротой усады. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, и помните, ТВК не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова